О которых мы сейчас поговорим. Вот вы часто говорите о освещенной пище. А как освещать пищу? Что значит пища освещенная и неосвещенная? Вот вы готовите, допустим, для себя покушать. Это самая плохая пища. Она приносит одни страдания. Когда жена готовит для мужа, это лучше пища. Потому что она служит такой неподготовлением. А когда жена готовит для Бога, освещает пищу на алтаре и дает мужу, то муж, кушая эту пищу, очищает со всех страданий. А она очищает со всех страданий, готовит такую пищу. Это называется освещенная пища, которая готовится для Бога. Все остальное просто формальности. Как готовить для Бога? Надо готовить для того, чтобы Он порадовался за меня. Надо вот готовить и думать о Боге или о святом человеке. Вот посмотри, я для тебя это делаю. Я хочу, чтобы ты служишь, поэтому я готов. Если вы увидите радость от алтаря, от святого места, это значит, что принята ваша пища. Значит, вы ее освятили уже, все. Но если вы не убеждены таким способом, тогда надо ее поставить на алтарь, еще дополнительно потом помолиться, сосредоточиться. Помолиться, сосредоточиться, чтобы для того, кто любит уже Бога, ему не надо на алтарь пищу ставить. Он и так ее освятил. Но если ты ему, как бы, у тебя нет лиранки в сердце, тогда поставь на алтарь и еще помолись, посетите пищей. Тогда она точно будет освящена. Я сейчас вам расскажу историю с одним моим знакомым, который произошел. Он начал заниматься духовной практикой и начал очень много внимания уделять освящению пищи. И он как-то натальнил своего друга, кто был в Питере, своей освященной пищей. И потом он уехал в другой город, и ему снится сон. К нему приходит друг его с переломанной головой и рукой и говорит ему, твоя освященная пища очень сильно мне помогла. Я один раз его и поел, это очень сильно помогло мне в жизни. Я тебе очень благодарен. И он так сильно обеспокоился за этого друга. После этого сна звонит ему домой и кто-то руку не берет. Потом звонит, начал искать телефоны родственников, звонил маме. Оказалось, он попал в железнодорожную катастрофу и погиб. И у него была поломана голова и рука. Какая история. Один раз он поел освященную пищу, и это ему очень сильно помогло. Представляете, какая сила эта пища в целом? Контакт с Богом, такую силу делает. Почему? Потому что мы просто так очень с Богом трудно контактим, но когда мы кушаем, мы открываемся полностью. Если пища освященная, то через эту пищу идет святость очень сильно к человеку. Потому что пища, она открывает сильно человека. Допустим, если девушка хочет за кого-то выйти замуж, ей надо обязательно найти способ для него с любовью приготовить, а еще лучше освященную пищу, и накормить его. Если она накормила человека во время, когда он ест, она должна думать о нем с любовью, и вся эта любовь через пищу придет к нему в сердце. У нас одна девушка, у меня есть ребята, которые учатся у меня в медицине. И одна девушка, она любила одного парня, но был очень строгим, учился и не обращал на него внимания. И она каждую неделю, раз в неделю пекла сладости и приносила ребятам, которые учатся у меня, покушать. И он тоже кушал эти сладости и в результате взял ее замуж. Сейчас другая девушка приходит каждый день, каждый раз в неделю убирать вот это место, где учатся ребята учатся, она просто там уборку делит. Я знаю точно, что ее тоже замуж будет. Кто-то из этих ребят, сто процентов. Понимаете, как она пела, понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...